МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые важные и интересные темы, а также самые обсуждаемые события в итоговой программе «Семь дней» в студии Анастасия Петраж. Здравствуйте! Публичные слушания в «Свободном», которые проходили 3 июля, едва не обернулись массовыми беспорядками. Ажиотаж вполне понятен. На повестке дня острый вопрос об отмене прямых выборов главы города. Местом общегородского собрания стал актовый зал в администрации. Об этом событии знали все, поэтому еще за два часа до начала народ начал приходить и занимать места. Однако не все желающие вместились, но отступать никто не хотел. Горожане стояли в коридорах здания и на площади перед ним. В эпицентре народных волнений побывал наш корреспондент Галина Макущенко. Мы сейчас шутим и прочее, мы не можем провести публичные слушания. Резкие слова звучали от собравшихся. Выкрики, эмоции, шум толпы. Актовый зал администрации Свободного едва выдерживал натиск желающих принять участие, высказаться, да и просто поприсутствовать на общественных слушаниях. Тема актуальная для свободниц. Отмена прямых выборов градоначальника. Оставься! На публичные слушания люди пришли с категоричным настроем против новой системы избрания главы. Их позицию подтверждали действия. Подготовленные плакаты, рупор, скандирующая толпа. Митинг прошел сразу перед началом слушаний. Когда стало понятно, что все не поместятся в зале, некоторые пытались пробраться внутрь через окна. Поначалу на возгласы участников о переносе даты слушаний власти отвечали, что это невозможно. Однако после получасовых попыток все-таки начать процесс, было принято решение взять 10-минутный тайм-аут. Друг сопровождений у нас охраны. Постой! 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 10-минутный перерыв затянулся. Видимо, решение о переносе даты далось непросто. В итоге народное мнение все-таки учли. Провести слушание позже, в таком формате, который устроил бы всех. Решением городского совета будут назначены... Однако после этого известия горожане не торопились расходиться. Людей, казалось, стало еще больше. Я народу объяснил. Протокол мы хотим... Малентин Иванович, потом нам... Говорите всем людей! И давно не справлялись. Уже бумажки напечатали. Дайте дорогу другим молодым, у которых голова работает. Выбор главы города. Почему перестали нас спрашивать? Они хотят вообще из нас баранов? Чтобы как они захотели, так и вы. Чтобы город вообще превратился из интересного. Помогу мы их. Если бы вы не дали провести эти мобличные слушания, совсем бы было по-другому. Чтобы народ не дал. Толпа начала редеть только к вечеру. Люди не торопились покидать городскую площадь. Следующие слушания назначены на 3 августа. Галина Макученко, Андрей Синицын, Амурская служба новостей. А вот в Благовещенске бороться с несправедливостью решили дети. Они буквально вышли на баррикады. Все дело в том, что участок улицы Пролетарская между Мухина и Калинина закрыт для проведения строительных работ. Из-за этого водители срезают путь через дворы. Но проехать по двору дома Забурхановская 93-1 вряд ли удастся. Проезд закрыт. Так решили дети. Пропускают только тех взрослых, кому можно доверять. То есть местных. Заезжие слишком часто стали сбивать юных пешеходов. Импровизированный пункт пропуска работает с 10 утра до 11 часов вечера почти неделю. Почему 30 школьников вместо похода на пляж или в кино предпочитают охранять свой двор, выясняла Наталья Унчикова. Реакция взрослых – гнев. Привычная для проезда дорога закрыта. Проехать с Комсомольской во двор можно только тем, кому доверяют. То есть своим, местным жителям. Чужие детей сбивать в этом дворе стали слишком часто. Мы играли, как и обычно, в тукета с девочками. И, как обычно, прятались за кустом. Я выбежала первая, чтобы не быть Вадей. За себя и за Леру. Так получилось, что она не поняла и побежала за мной. И там ехала машина не с нашего двора. Четырех годовала сестра Анжелики, Лера, попала под проезжающий по двору на большой скорости автомобиль. Девочка в больнице с черепно-мозговой травмой. Уже третья жертва. Чуть раньше под колеса водителей, решивших объехать перекрытую улицу Пролетарскую, попали еще двое школьников. Само собой, родители детей поддерживают и несут вахту наравне. И они не то, что заезжают во двор, должны останавливаться, замедлять ход. Никто не замедляет ход. Все как неслись, гоняют, горцуют, дети боятся на площадке играть. Пока шла съемка, пришла жительница с соседнего двора. Из-за перекрытой детьми дороги весь поток транспорта теперь двинулся в ее двор. Подобных трагедий с пострадавшими детьми соседи не хотят. И потому по-своему заинтересованы, чтобы дорожный конфликт детей и водителей прекратился. Мне приходится машину ставить вот так вот вокруг. Извините, это мне тоже не было. Пока взрослые решают установить шлагбаум или положить по лежачему полицейскому на каждый метр дороги во дворе, дети оборону продолжают. На адекватное поведение взрослых в ответ им рассчитывать не приходится. Объезжай! На детей! Ну и что, у нас детей сбивают! Вчера ночью сидели, там какой-то дядень приехал. До 11. Вот там некоторый дяденька пришел какой-то, нас нагрубил, сломал знак, там мы взяли знак, там было написано, проезда нет. Ну там нагрубил, нам знак сломал, все покидал. Нарисованные детскими руками дорожные знаки взрослых не трогают. В живых остался только один – ограничение скорости. Что касается движения на автотранспорте через дворы, прилегающие к участку проведения дорожных работ, то ограничение движения не регламентировано ни одним из документов. С самого права начнем с жителей близлежащих этих домов. По графику улицу Пролетарскую открыть для передвижения автомобилей должны со дня на день. Возможно, играть детям в собственном дворе станет куда безопаснее. Только взрослые решили не полагаться на авось. Старший дома собирается заказать шлагбаум и забор. Заехать во двор смогут только те, у кого есть ключ. Остальным водителям придется искать другие пути проезда. Наталья Унчикова, Дмитрий Тарасов, Амурская служба новостей. Выпускные отгремели. Началась пора приема документов в учебные заведения. Основной поток абитуриентов уже спал, хотя перед всеми стоит та же дилемма. Получить рабочую профессию крыльщика, бурильщика или парикмахера и сразу после окончания учебы устроиться на работу по специальности или отправиться в ВУЗ, потому что, как предупреждают выпускников родителей и учителя в школе, без высшего образования сейчас никуда. Ведь действительно зачастую вчерашние школьники идут в университеты по принципу «лишь бы поступить». В итоге через пять лет появляются специалисты, которые никогда и не думали работать по той профессии, которая значится в их дипломе. Любовь Ломака узнавала, чем же руководствуются абитуриенты сегодня и на какие специальности сейчас спрос среди выпускников. У Ильи, как и любого другого вчерашнего школьника, сейчас самая горячая пора. Пока решил подать документы в политехнический колледж на специальность прикладная геодезия. Причин для этого оказалось две. Мне кажется, что это профессия рабочая такая, и я смогу как-то устроиться в жизни. Но думаю, у меня еще здесь к тому же друг сюда поступил. В демку хоть не так скучно будет. Хотя подал документы и в БГПУ на отделение истории. А уж если поступит и в колледж, и в вуз, думать долго не будет. Важна уже не рабочая профессия и друг для компании, а престижность образования. Мне кажется, педагогическое образование все-таки реально более престижное. Для меня и высшее к тому же. Все-таки для меня приоритет БГПУ. Для многих родителей, как оказалось, важен не престиж образования, а уверенность в завтрашнем дне. У семьи Иванищевых получится целый семейный подряд горных инженеров. Муж Ирины освоил эту профессию. Теперь черед сына. Потому что муж сейчас работает. Гарантия, что устроится на работу в дальнейшем. В колледже также отмечают. В большинстве случаев абитуриенты подают свои документы вполне осознанно. Пусть образование будет средним, зато работой будешь обеспечен, если зарекомендуешь себя на практике. Тем более оплачиваемой. Тем более на многих предприятиях Дальнего Востока. А квалификацию повысить никогда не поздно. Наши выпускники уверены в будущем, так как заканчивая наш колледж, они уверены в том, что место работы их ждет. Тем временем в БГПУ, куда мечтает поступить Илья, уже не такой ажиотаж, как в колледже. Не так много желающих поступить, например, на индустриально-педагогический факультет. Александра планирует учиться на отделении изобразительного искусства. И даже выбранный финансовый колледж отодвинула на второй план. А поможет или нет в жизни рисование, пока не знает. Ну, лучше не поможет, но все равно больше на себя нашла. Так далеко еще не планировала, но просто рисовать люблю, поэтому решила сюда поступить. Это ваше мнение, ваше отношение к чему-либо. Абитуриенты военного училища – вот кто на 100% уверен в своем будущем. Поступят, отучатся, работа гарантирована. Первая волна абитуриентов сейчас проходит профессиональный отбор. Уже даже и гимн страны распевают хором. Россия – священная наша держава. Россия – любимая наша страна. Как показывает практика, в большинстве случаев сюда парни идут обдуманно, точно зная, зачем им эта профессия. Просто так ехать со всех регионов России абитуриенты вряд ли будут. С класса 8-го задался мечтой стать офицером российской армии, потому что это престижно. Во-первых, это ответственность высокая и большая заслуга для Родины. Пока же в учебных заведениях и в средних, и в высших продолжается прием документов. Пора подачи заявлений продлится еще до августа. Так что у амурских выпускников школ есть время подумать, куда пойти учиться. Любовь Ломак, Антон Максимов, Амурская служба новостей. А тем временем в центре занятости ожидают наплыва выпускников, ищущих работу. На сегодняшний день, как отмечают специалисты, на учете уже стоят будущие бухгалтеры, юристы и педагоги. Их в этом году особенно много. В центре занятости отмечают каждый год соискателей все больше. И что становится уже некоторой тенденцией, все чаще выпускники ищут работу не по своей специальности. В этом году увеличился спрос на рабочие профессии. Востребованы стали строители, маляры, каменщики, плотники и повара. Также работодатели активно ищут агентов по торговле, администраторов общих ПИД, врачей и медицинских сестер. ПИД популярности пришелся в этом году на судебных приставов. Такие работники требуются все чаще и больше. Впрочем, несмотря на то, что много открытых вакансий для поваров и кладовщиков, у людей, приходящих в центр занятости, эти профессии не пользуются популярностью. В России в июне впервые за последние 10 месяцев была зафиксирована продовольственная дефляция. Проще говоря, падение цен на продукты питания. В последний раз такое произошло в августе 2014-го. Специалисты не исключают, что снижение стоимости продовольствия может продолжиться в июле и наверняка в августе. Это обычное сезонное явление, связанное с новым урожаем. Между тем, по результатам исследований УФА, сцены на главный продукт для большинства россиян – хлеб – остаются на одном уровне в течение пяти месяцев. Последний скачок был зафиксирован в январе из-за роста стоимости муки. Правда, на цену того же хлеба в магазине влияет не только сырье. Многое зависит от аппетитов посредников. Из чего складывается цена самого популярного товара из продуктовой корзины, выяснил наш корреспондент. Мука, которая хранится, она просеивается. Вся мука обязательно просеивается. Вот идет просеивание муки высшего сорта. Хлеб в Благовещенске пекут из алтайской муки. Амурской пшенице для выпечки хлеба не подходит. Качественных сортов в Амурской области нет. Климат подвел. Привезти с алтая дело не дешевое. Около третьей части стоимости одной буханки – цена муки. На остальное сырье, дрожжи, ржаную закваску, солод, соль, масло – всего 4% себестоимости. Это печь. Включается, она что-то не включается и выключается. Чтобы тесто превратилось в румяную булку, без электричества не обойтись. И это еще один весомый пункт затрат на производство. А потому покупатель оплачивает и ее – 24% от себестоимости. Попадают в булку и траты, казалось бы, не особо связанные с хлебом. Там другие затраты у нас же. Ну, не расход те, которые вот интернеты, наше все остальное. И сертификацию мы делаем сейчас тоже не дешевая. Обязательно продукция должна быть вся сертифицирована. Ароматный, на натуральном сырье и по традиционным технологиям хлеб выходит не дешевым. С нашими покупателями мы работаем оптовыми ценами. Стоимость хлеба высшего сорта – 23 рубля за 550 грамм веса. Стоимость славянского и столичного хлеба – 26 рублей соответственно. По словам производителей, видеть свой хлеб в магазинах они не всегда рады. Цена разочаровывает. Прибыль, которую закладывают в сверхсебестоимости производства, не превышает 5%. Остальное – в карман розничных сетей. Итого, как говорится на примере хлеба столичного. Из 26 рублей отнимаем прибыль пекарни – 1 рубль 30 копеек. Чистые затраты на производство одной буханки – 24 рубля 70 копеек. Из них 36% или почти 9 рублей уходит на сырье. 6 рублей – оплата за электроэнергию. Около 7 рублей – на зарплату коллектива. И больше 3 рублей с каждой буханки отчисляется государству на уплату налогов. Остальное – на совести и в кармане посредников. Наценка на хлеб в магазинах начинается от 12% и доходит до 40%. Наценка на хлебушек у нас не превышает 30%. У нас средняя цена по городу, поэтому мы стараемся не превышать. В основном социальный хлеб у нас в продаже по такой же цене, как и на других магазинах. Как ни крути, но быть хлебу социальным продуктом или деликатесом в настоящее время решает не государство. Оно лишь устанавливает минимальные и предельно допустимые нормы наценки. Наталья Унчикова, Дмитрий Тарасов, Амурская служба новостей. Наверное, все знают, как выглядит современная обертка от шоколада «Аленка». А вот как она выглядела 30 лет назад, знаете? Изменился ли только внешний вид или вкус тоже, об этом не понаслышке знает героиня нашего следующего сюжета. Она все свое сознательное детство не только пробовала такой шоколад, но и собирала фантики на память. А кто еще сохранил вещи с более чем 30-летней историей и зачем? Расскажем подробнее в следующем сюжете. Для Алены это не просто фантики. За каждой шоколадной оберткой целая история. Хранит их и бережет, как зеницу ока. Рассказывает, в детстве собирали такие фантики все. Менялись, посылали друг другу почты из разных стран и городов. 30 лет назад для детей вот такие обертки были настоящим сокровищем. Во-первых, это яркие, красивые картинки различные. Ну а во-вторых, может быть тогда шоколад был менее доступен, чем сейчас. Помните? Кроме фантиков, хранит Алена и воспоминания о шоколадках ее детства. Как сейчас, хозяйка коллекции помнит вкус Аленки. Тогда, говорит, она была намного вкуснее. И тут же замечает. Оно и понятно. В составе кроме молока, какао и орехов больше ничего не было. Шоколад с праздником. Песь помяты, наверное, дрались за него. Уже не припомню. Вот мои приоритетные игрушки. У Валентины Федоровны тоже есть дорогие сердцу вещи – старые елочные игрушки. Правда, сохранить удалось только малую часть. Уж больно хрупкие экспонаты. Вспоминает, елочные игрушки в то время были очень дорогие, поэтому покупались не на один год. Да, я до сих пор именно режаю елку. Этим игрушкам уже более 40 лет. Вот. Ну, в рай. Сейчас-то не сравнить, как те были сейчас на игрушке. Игрушки перешли по наследству от родителей. Когда-нибудь, обещает Валентина Федоровна, отдаст их своим внукам. Они уже проявляют неподдельный интерес. Попросили бабушку подарить им непременный атрибут любой советской елки – красную звезду. Видишь, какой самоладчик. У Виталия другое увлечение. Он настоящий специалист по значкам. Собирает их еще со школьной скамьи. За 30 с небольшим лет удалось собрать почти тысячу. Кстати, Виталий собирает только амурские значки. Говорит, душа к ним лежит больше. Я до этого собирал спорт. Спортивную тему собирал значки. А потом меня больше тема привлекла именно амурская область. И все, что связано с амурской областью. Амурские значки. Кстати, в отличие от предыдущих двух коллекционеров, Виталий с радостью свои значки продаст. Не то, чтобы эти значки не были так дороги сердцу, как игрушки или шоколадные обертки. Просто время сейчас такое, объясняет коллекционер. Да и насобирает еще. В таких экземплярах особого недостатка нет. Ирина Пономаренко, Ольга Мироненко, Дмитрий Тарасов. Амурская служба новостей. Такими запомнятся минувшие семь дней о наиболее интересных событиях будущей недели. Расскажем в следующее воскресенье. Всего хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok